В соответствии с региональной программой капремонта в этом году в Свердловской области были проведены ремонты в двух с половиной тысячах квартирных домов. Это и город Екатеринбург, и еще более 70 муниципальных образований Свердловской области. Наша программа побывала в рейдах со специалистами по объектам капремонта в разных муниципалитетах региона. Этому дому в Каменске уже не один десяток лет. За все это время здание заметно обветшало. Сегодня мы попытаемся разобраться в этой непростой ситуации и обязательно найдем ответственных за весь коммунальный беспредел. Дом на токаре 2 в Верхневенске пользуется дурной славой. Дело в том, что он уже давно обветшал как снаружи, так и внутри. Жители уже отчаялись когда-либо дождаться капитального ремонта. Вот 20 лет практически мы здесь живем, никаких ремонтов. У нас подъезда не было. Жители дома на Комсомольской 13, что в Азбесте, не могут нарадоваться своему долгожданному капитальному ремонту. Уже поставлены леса, строители вовсю работают, однако ремонта кровли здесь почему-то не происходит. По идее это очень опасно, потому что проходя мимо такой крыши, что-нибудь может свалиться. Может. Под крышей вот замазали все, да? Угу. Ну а как она будет, когда пойдут на дожди, будет слив делаться, не будет? Дом на улице Энгельса 29, что в Верхней Салде, держится буквально на честном слове. Стены рушатся, а трубы заклеены скотчем. Жители уже отчаялись дождаться когда-либо капитального ремонта и не знают, что делать в такой ситуации. Опора-то пошла туда, вот сюда пошла. Да, так я вижу. Да, она пошла туда. А где гарантия, что они сейчас начнут срезать? И эти не пойдут сюда. И что? Это лоджии свалятся, и квартиры свалятся две. Чтобы помочь жителям ветхого жилья, мы обращались в управляющие компании, администрации, муниципалитетов, доходили и до областных законодателей. И каждый раз ситуация сдвигалась с мертвой точки. В этом году в вашем доме будет произведен ремонт. У меня принципиальное, чтобы наладилось взаимодействие, чтобы не начали ремонтировать то, что... И там делать то, что вам не первоочередное, а сделали первоочередное. Вот я со своей стороны готов проконтролировать, чтобы это взаимодействие было. На сегодняшний день более 650 домов уже полностью отремонтированы. Из них 380 домов уже даже переданы обратно с подписью жителей в управляющую компанию. По остальным домам и видам работ уже процент исполнения составляет почти 70%. В 2014 году Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что капремонт в муниципальных домах оплачивает государство, как наймодатель, согласно Жилищному и Гражданскому кодексам. Если у вас приватизированное жилье, то здесь работает другая схема. Органы госвласти и местного самоуправления должны обеспечить своевременное проведение капитального ремонта в многоквартирниках за счет взносов собственников помещений, бюджетных средств и иных незапрещенных законов источников финансирования. Для того, чтобы контролировать ход капитальных ремонтов в регионе, была организована серия рейдов на объекты капремонтов с участием специалистов, экспертов и представителей общественности. Благодаря этому были выявлены и устранены многие системные ошибки. Мы видим, что дома, которые были в 2015 году, идут нормально, те ремонты, которые должны быть сделаны, они делаются, но было отставание по срокам, которое сегодня практически ликвидировано. Дома, которые в программе 2016 года, идут в связи с нормативными сроками, и здесь все достаточно нормально. К отопительному сезону практически все дома, которые в программе капремонта должны быть, они по утверждению подрядных организаций будут завершены. Программа капитального ремонта распространяется на определенные виды работ. В данный перечень входит и ремонт крыши, в том числе частичная замена некоторых отдельных элементов – ферм, стропильной системы и плит перекрытия. При капитальном ремонте производится комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные. На сегодняшний день можно констатировать, что темпы реализации программы на порядок выше, чем в прошлом году. И самое главное, нам удалось в этом году повысить качество выполнения работ. Даже мы, общаясь с жителями, видим, что несмотря на отдельные нарушения, на отдельные проблемные моменты, в целом качество работы удовлетворяет жителей, собственников жилья. Даже и не скажешь, что этот дом буквально недавно был в таком же плачевном состоянии, как и ваш дом. И у нас такой же ремонт сделают все-таки. Причем в самое ближайшее время. В самое ближайшее время наши жители дождутся капитального ремонта. Ну а мы будем следить за этой ситуацией. Теперь мы помогли жителям Азбеста. И в ближайшее время у вас будет сделан капитальный ремонт крыши. Приезжайте к нам в гости. Посмотрите, какой ремонт нам сделали. Обязательно. Помимо контроля за выполнением хода работ по капитальному ремонту, Свердловская область добилась и льгот на капремонт. Законопроект о предоставлении льгот по уплате взносов за капитальный ремонт был принят депутатами Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении. В этом году льготы начали получать пенсионеры старше 70 лет, а также инвалиды двух групп. В соответствии с законом о компенсациях за капремонт, с 1 июля 2016 года одиноко проживающие граждане старше 70 лет будут получать половину уплаченных за капремонт денег обратно. На эти цели в этом году в областном бюджете заложено более 80 миллионов рублей. Свердловской области потенциальными получателями такой выплаты являются свыше 135 тысяч человек. За основу расчета компенсации за капитальный ремонт берется региональный стандарт нормативной площади жилья, в соответствии с которым сегодня рассчитываются субсидии на оплату коммунальных услуг. То есть для одного проживающего это 33 квадратных метра, для двоих 22,5 квадратных метра на каждого, для троих по 21 квадрату на человека. Получить компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт можно в Центре муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере или в многофункциональном Центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Компенсация предоставляется гражданам на основании документов, подтверждающих право гражданина на получение компенсации. А это паспорт, документы на собственность, трудовая книжка, оплаченная квитанция за последний месяц без задолженностей, СНИЛС. Также необходимо указать способ доставки. Наличными домой, либо безнал на вашу банковскую карту или сберегательную книжку. При обращении на текущий месяц, например, июль, первая выплата будет в сентябре с 5 по 10 число за два предыдущих. В дальнейшем выплаты будут ежемесячные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Посмотрите информацию о сроках проведения восстановительных работ в вашем доме вы сможете на сайте регионального оператора Свердловской области www.fkr66.ru